Громное государство, это Хазарский гиганат и Арабский халифат, они уже успешно делили между собой сферы интересов своих. А между ними оказалась маленькая Кавказская Албания. Сохранить ее суверенитет практически не удалось. Кавказская Албания попала под власть халифата. Это продолжалось до 9 века, когда династия, которая управляла от имени халифата, здесь династия Мазидидов. Текст отпечатан, а рисунок на карте его оригинал. Все их расходы оплачивала я. Все командировочные, гонорар ели пили, еще с подарками уезжали отсюда. Что они могли для меня сделать? Они знали, что я собираю. Верси о том, что это была крепость непреступная, как девичья честь, и поэтому ее называют безголосом. Но есть еще одна ошибка у Аграра Лиева, у Махмуда Смайлова. Я читал те версии, что эта крепость связывается с Огузами. Что она называла на многих территориях проживание Огузов. Скажем, если брать между речью наша прародина, это между речью о Мударье и Сыударье. Бассейн Аральского моря. Оттуда Огузы поднялись, и поднялись не в 11 веке, как пишут театруска. Они кучками приходили, толпами. В местах лучших пастбищ, потому что кочевникам нужны были пастбищи. В местах лучших пастбищ, когда они разрастались, им нужно было больше коней, естественно, больше пастбищ надо было. И они кучковали сюда. Не с 11 веки прекратился. Был последний поток Огузов с территории сюда. А до этого они приходили, начиная с 3-го, 4-го века, до нашей Огузы толпами начинали сюда приходить. Мы с турками пришли в одно время, но мы остались здесь, потому что нас здесь это устраивали, а турки ушли дальше. Так что это была не Кызгалас, это была Огузгалас. Мухаммед построил эту мечеть и дает туда-то на Киджи. Но если переводить ее в наш или это из числе, это 1078 год. 1078 год это самая древняя мечеть, которая осталась сейчас, существует в старом городе. Мечеть сейчас находится на реставрации. Очень интересная мечеть, история мечети, мы ее называем Сыныхкала. Просто на роде ее называют Сыныхкала. Почему Сыныхкала и что это переводит? Сыныхкала означает «сломанная башня» или «сломанная крепость». В начале 18 века, когда начались Петровские походы, Прикаспийские походы Петра, здесь на стену вывешивались, как сейчас вывешивают какие-то объявления где-то. Здесь на стену джума мечети бывали какие-то важные государственные акты, касающиеся этого города. Потому что что такое джума мечеть? Я просто кратко объясню вам джума мечеть. В Азербайджане схема построения мечети, она очень тоже своеобразна. Потому что есть квартальные мечети, скажем, вот, которые мы видели, да? Это в каждом квартале, ну, 10, 20, 30, 50, в зависимости от размера города. И там стоит мечеть для местности в Ленин. Есть еще одна вот по квартальной, да? Есть еще одна большая городская мечеть. Соборная мечеть, куда народ собирается только по пятнец. Нет, естественно, то есть сюда собирается окружающий население, но сюда народ собирается по пятницам. Пятница на арабском языке, в принципе, и на азербайджанском означает джума. Пятничная молитва, она очень важна для мусульман. В каком смысле она важна? Важна не для того, что именно в этот момент тебя Аллах лучше услышит, а это означает символ единства всех мусульман. Мусульмане, которые приходят в пятницу намаз молиться, они не приходят только молиться. Естественно, после молитвы обсуждение каких-то проблем, разговоры и так далее, и так далее. Политическая ситуация, экономическая ситуация. Мусульмане помогают друг другу, чувствуют, что они все вместе. И вот эта общность, это способствует тому, что устроились джума мечети. Ну, у меня, у меня в прошлом году девичка бросила, что эту девичку никто не называет девичьей, Паша. Твой дом тоже. А, у меня, да, там. Тоже бросил. Там не называют девичьей башне? Нет, не называют. Ну, теперь будешь называть приедем. А теперь скажешь, я живу в девичьей башне, да? Отличный башня. А теперь я вам расскажу, что это на самом деле такое. Здание было многофункциональным. В советское время здесь были английские ученые, как мы принято говорить. Они брали пробу из строематериалов. То же самое, как брали из этой арты, которую я говорю. Они установили, что крепостью 2300 лет. Что строематериалы, которые используются при закреплении, используем местный известняк, а вот скрепление, вот эта смесь, которая, там яйцо, песок и шерсть, верблюжья шерсть. В верблюже местами козья шерсть, которая скрепляет его песок. И вы представьте, что вот эта смесь скрепляет эти камни, которые уже стоят 2300 лет. 2300 лет на территории Азербайджана господствовало... Не было христианства, не было ислама. Господствовало что? Господствовало зарастризм. Редактор субтитров А.Семкин